И мы даже ничего не будем говорить, мы вам покажем грамотный результат. Каков результат? Да он интересен. Потому что достаточно часто случаются проблемки в вашей электрической системе. Дома, естественно. И иногда приходит человек и подает вам две фазы. И что у вас случается? У вас все дело вылетает. Давайте вместе поборемся, вместе с электросилой, которая располагается здесь, на вокзале на 5. Но я поехал по улице вокзальной и там не смог встать. Так вот, это, пожалуй, единственный магазин, у которого есть два выхода. Вокзальная 5 и немножко другой выход с обратной стороны. Этих устройств здесь немного, но они есть. Так же, как и то, что может питаться от света. Потому что если высоко, то реально опасно. Да и низкое напряжение тоже. И самое забавное, да? Самое забавное представлено вот здесь. Но, если честно, будем говорить о том, что стабилизаторы напряжения есть разного типа. То есть, в принципе, небольшой стабилизатор напряжения сделан для, во-первых, вашего телефона, во-вторых, для компьютера. О, вот это интересная штука. Еще ни разу к вам не влетало две фазы. Тогда и компьютеры вылетают. Кстати, сегодня и сейчас не только компьютеры. Туда мы прицепляем, естественно, современные телевизоры. То есть, представляете, 60 тысяч вы заплатили за огромный экран. Ну, такой. Практически больше, чем метр. Вот во мне это сколько получается? Метра 75. А там есть еще и больше. И внезапно вам две фазы туда хлопает. Чего навернулось? Естественно, вернулся ваш телевизор. Вопрос, кто его будет ремонтировать? И ремонтируется ли он вообще? Раньше телевизоры каким-то образом ремонтировали. Сегодня и сейчас это достаточно дорогое удовольствие. То есть, да и компьютеры сейчас не дешевое удовольствие. Если хорошая видеокарточка, это опять же компьютер стоимостью в 130 тысяч рублей. Это такая слабенькая карточка, естественно. Ну, игровая карточка. То бишь, я бы рекомендовал использовать вот эти небольшие стабилизаторы напряжения. И тогда по цене того же компьютера в 140 тысяч, 150 тысяч рублей, цена за стабилизатор напряжения будет просто мизерная. Лучше одуматься, чем лечь на спину в аут. Я это сделал, думаю, что и вы можете тоже. Вот такая штука возникает, да, 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 да. Мы говорим про что? Мы говорим, иногда случаются такие вещи. Ну, то есть, вы опустились куда? Вы опустились в подвал. Да, а там лампочка стоит. То одна только лампочка, она достаточно далеко располагается. Ну, в пределах там 10-ти... Такое иногда тоже случается. Лампочка там, а здесь ничего не получается. То есть, мы говорим, что существует отдельный преобразователь. То есть, единственное, что вам не стоит, подключать что-то сверх большое. Ну, то есть, взяли, в принципе, здесь в электросиле одновременно удлинитель. И, не торопясь, вкручили напрямую туда, и у вас уже есть 220 вольт и розеточка. То есть, вы, в принципе, берете ту же самую лампочку, выкручиваете, вставляете. То есть, есть там освещение, есть отдельное освещение для вашей стайки и всего остального. Клево, красиво, да замечательно просто. Я бы каждому первому посоветовал прийти сюда и купить эту штуку, она действительно стоит реальной копейки. Это железобетонная необходимость. Другой вариант. И почему в моей руке вот этот трансформатор. Я прекрасно понимаю, что у каждого первого встречного есть большое желание сделать себе баньку. Кстати, баня это вообще очень хорошая штука, если честно. И давайте все-таки определимся, что наша баня в наших жестких условиях дубака, это идеальный вариант. Вы не знали, опять говорю. Спокойненько в баньке прогрелись, и стало замечательно, красиво и ровно. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. О чем мы сейчас с вами будем говорить? Я бы вам не советовал все-таки в бане делать напряжение сверх большое. Во-первых, это серьезная проблемка. В чем она заключается? Что такое баня? Баня это, естественно, повышенная влажность. Вы не представляете, как у вас хорошо может хлопнуть 220 вольт. Зачем? Берем вот такой изумительный переходник здесь в электросиле на вокзальной 5. И на выходе у вас либо 110 вольт, ну это для тех, кто себе что-то привез из Америки, либо 36 вольт, это уже не опасное напряжение, естественно, либо обыкновенный 12 вольт. К слову о том, что здесь есть отдельные лампочки на 12 вольт, которые, в принципе, работают без разницы на каком, либо это постоянный, либо переменный ток. И все, и вы в бане уже получаете массированное удовольствие от того, что кто-то очень грамотно пройдет по вас веником, и веник будет, да и вы, в атмосфере нормального освещения, потому что для вас существует электросила. Вы, наверное, думаете, что это программа «Автостоп». В принципе, программа «Автостоп» уже идет 21 год. Не слышали? Да, да, да. То есть вы даже не представляете, был такой салопедик, потом он вырос, говорит, вау, Лех, я тебя помню. Я говорю, спасибо огромное. Потом был такой салопедик, стал большим мальчиком. Говорит, я тебя тоже помню. То есть, ну понятно, да, что если еще пройдет 5 лет, то есть это будет уже, ну хотя в принципе, да, у нас по крайней не 25 лет, естественно. То есть вы должны понять, что я работаю, да. Но сегодня программа немножко другая, сегодня программа «Дом, милый дом». Вау! И где, где, где? Да я возвращаюсь туда, где я всю жизнь начинал. То есть это электросила, проспект Комсомольская, опять улица Комсомольская, 17. Хотя в принципе практически проспект, то есть 2 полосы, а не одна. Если бы трамвай ему убрали, то было бы еще 3 полосы. Тогда можно было бы точно говорить, что проспект Комсомольская. Ну да ладно. Естественно, рано или поздно мы с вами говорим о том, что мы сейчас катаемся на автомобилях. Мы на них и будем кататься, вопросов нет. Но возникает вопрос, что уже сегодня и сейчас вы можете ездить на электротяге. Почему нет? Никаких проблем. Через 5 лет вот мы сейчас докатываемся, докатываемся. Я поэтому сейчас не хочу ездить в дилерские центры, потому что дилерские центры вас обувают. Да, вы будете ездить бесконечно долго. Зачем? Через 5 лет любой человек будет ездить на электромобиле. Я 100% через... Я уже ездил на электромобиле. И на Nissan Leaf я катался. Да-да-да-да. Задавал вопрос. Во-первых, у Nissan Leaf пробег был всего небольшой. То есть 150 км пробега. Он в городе катается до сих пор красиво. Особенно меня интересует тот вопрос, когда у нас на улице минус 40. Я говорю, а ты где? Он говорит, а я уже на комбинате. Я говорю, я еще машину другую, только вы уже на комбинате. Прикольно. То есть сел и поехал. Никаких проблем нет. Вот. Как он ехал? Он ее брал, по-моему, чуть-чуть дальше. Не в Магнитогорске он ее брал. То есть... То есть вы понимаете, он ехал оттуда, а пробег 150 км. Что он делал? У него был, естественно, такая называется тросик. Так вот тросиком он прицеплялся. И за 25 км машина его целиком заряжала. Он 25 км едет примерно полчаса. Ну, если не сильно крутой автомобиль. За этот момент он полчаса. То есть он всего один раз зарядился. Я бы ему предложил сейчас заехать сюда, в электросилу, для того, чтобы... Смотрите, какие-нибудь замечательные удлинители. То есть в вашей машине должен быть удлинитель. Раз. Должен быть тросик. Два. И есть такая штука. У них здесь же происходит. Это называется счетчик. То есть когда мне начинают по ушам проезжать, что у нас с электричеством какие-то большие проблемы, я говорю, да не надо говорить большие проблемы. Нет. С электричеством мы разобрались. Еще это сделал Владимир Ильич Ленин. Который всем сказал, что электрификация должна быть везде и всюду. То есть в скором времени, в 2024 году как раз. Он это дело сделал. Проходите, пожалуйста. То есть у нас электричество есть везде. Возникает вопрос, насколько быстро вы это все подставите. То есть если вы не быстро будете подставляться, то в принципе в процедуре перекушивания ваша машина зарядится до 40%, до 80% таких штук есть. Если вы хотите... Да проходите, проходите. Видите, красиво. То есть это отдельная тема нашей беседы. Отдельная тема. То бишь в принципе вы должны определиться в количестве тока. То есть если допустим стандартная розетка 220 вольт позволяет вам заряжаться, я бы конечно вам еще советовал взять электромобиль с Америки. Вау! Представляете? Я возьму себе Ford Mustang на электротяге и еще посмотрите, как я буду на нем кататься. Не торопитесь, не торопитесь. Сейчас он год назад 153, сейчас уже стоит 48. Ну дождемся, когда он будет стоить 15 тысяч долларов. Налог практически будет нулевой. Вот тогда будет красиво, да? Настоящий Ford Mustang и Леха Чиликин. У меня сейчас немножко другая машина есть. Чистая жоперит, правда она уже в аргитете. Но тем не менее. А вообще не проблема заходить, заходить. Я еще раз говорю, самое забавное, что вот я бы пришел бы сюда и сказал бы, а давайте я у вас просто буду находиться и у вас будет дополнительный эффект. Это стандартная ситуация, поверьте мне. Так вот, естественно, этот Ford Mustang, да и вообще, да и зная мысли вслух, узнавая через сколько это будет заряжаться, то есть стандартное электричество там находится примерно 600 вольт. Вот такая выемка из-за 600 вольт у вас машина зарядится. А, к слову о том, что она с кожи зарядится достаточно быстро. То есть, в принципе, практически за тот самый момент, пока вы пойдете, включив и оплатив целиком полностью зарядку, которую вам уже объявляют, это реально будет 5-10 минут. Клево электромобилей, клево. А если еще и у вас будет совместное подразделение с электросилой, ААА, то вы реально будете экономить. Если честно, если честно, мне никто не говорит, но когда-то, примерно год с небольшим назад, я перестал есть сладкое. И, естественно, я переключился на другую форму общения. То есть, я на велосипеде, естественно, рассачивал. И вы даже не представляете, с меня слилось ровно 25 килограмм. Понимаете, да? И вы также будете экономить. Но вы не будете экономить на собственном весе. Потому что электричество это тот вариант, когда вы практически ничего не пользуетесь, но используете автомобили. А автомобили вместе с электросилой вам гарантируют идеальный вариант. Ездите везде и все, и даже в лес. К слову о том, что люди начинают экономить. Да, 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 да. К слову о том, что я уже давненько экономлю. К слову о том, что я экономлю вместе с электросилой. Потому что в свое время я переключился на другие вещи. Понимаете? Вот. Сегодня и сейчас все у меня на электричестве, на светодиодных элементах. Вау, я реально экономлю. Я реально экономлю. Да, 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 да. Теперь вопрос. Недавно опустился. О, вот это была вообще тема прикольная. То бишь, человек пытается сэкономить на чем? И при этом не экономит на электричестве. Ничего не въехал я в эти дела. То бишь, если бы он вовнутрь поставил светодиодные лампочки, маленькие, без вот этих тараканов и косяков. Любая светодиодная лампочка, здесь есть лампа накаливания 30 рублей стоит, и светодиодная лампа, ну, примерно она стоит 40 рублей. Да, да, да. Экономия оттуда, экономия оттуда, то есть там лампа сжигает все, и КПД у нее весьма низкий, примерно 30%, и вот та лампа, она сжирает 250 ватт, одна лампа сжирает 250 ватт за час. Представляете, 250 ватт, пересчитайте просто, или одна лампа, которая будет съедать 9 ватт. Не, ну может я тупой, я не знаю, но я бы рекомендовал поставить такое, потому что это и есть реальная экономия. Человек, алло, гараж, у вас там что, с головой все в порядке? Нет, похоже нет. Поэтому я вам гарантирую, придя сюда, вы поймете, что в действительности можно реально экономить на каждом киловатт-часе электроэнергии. Экономия и разумность, это был идеал граждан СССР. Сейчас малость поменялась, но те, кто меня смотрят, думают про те же вещи. Как можно экономить? Естественно, пока и лучше светодиоды. Как сберечь за то, что вы платили, а иногда суммы большие, это стабилизатор. Причем его лучше запрятать, и тогда две фазы, как и гроза, вам не помеха. Да и вот так, мы вам показываем удивительный результат. Как можно спокойненько, используя то, что у вас есть практически каждый день. Во-первых, получать удовольствие от электричества. Во-вторых, ездить на электромобиле. И в-третьих, вы даже не думаете, что электричество для вас какие-то возникают большие-большие проблемки. Когда вы действуете вместе с электросилой, расположенной либо на вокзальной 5, либо на проспекте улицы Комсомольской 17, вы понимаете, что электричество, как иногда оно и заканчивается, я имею в виду, что-то ломается, всегда все делается легко и красиво. И в действительности, благодаря электросиле, вы получаете максимальное удовольствие от бани, получаете максимальное удовольствие от того места, где у вас только есть лампочка. И естественно, а почему нет? Рано или поздно мы все пересядем на электромобиль. Так вот, чем раньше вы пересядете, тем вы еще и больше сэкономите, это честно. Спасибо.